Кто не работает, тот ест. Пособие по безработице увеличат. Алабуга получит 2,5 миллиарда федеральных рублей. Для чего? И туда не летят самолеты. Почему Египет все еще закрыт для российских туристов? Обо всем расскажем подробнее. Это новости экономики. Здравствуйте, меня зовут Альбина Толещук. Пособие по безработице увеличат. Минтрут России готовит законопроект. Сначала его ждет общественное обсуждение. Сегодня минимальное пособие по безработице в России 850 рублей, максимальное 4900 рублей. Насколько будут больше получать безработные, пока не сообщается, известно, что будут еще изменения. Само признание граждан безработными станет проще. Условия назначения пособия изменятся, сроки выплат. Пока же сокрушаются в правительстве люди, не идут в службу занятости, не встают на учет, просто не видят смысла собирать документы ради тысячи рублей, на которые не проживешь. А государство из-за этого не видит истинной картины безработицы, не может планировать бюджет, подготовку и переподготовку специалистов. В Татарстане на конец февраля около 13 тысяч безработных. Это только официально зарегистрированных, те, кто стоит на учете на бирже труда. С одной стороны, человек не должен получать такое высокое пособие, чтобы ему расхотелось искать работу, а устраивало бы пособие. С другой стороны, пособие должно быть такого размера, чтобы хоть каким-то образом он мог сводить концы с концами. Потому что отнюдь не всегда это бездельники. Очень много мест в разных регионах России, где в принципе нет работы официальной. Просто нет. И люди действительно маются. Поэтому как-то она должна быть привязана к прожиточному минимуму. Ну, хоть в какой-то степени приближаться. А прожиточный минимум, с одной стороны, у нас растет, но в силу хотя бы инфляции. Поэтому, коль скоро давно не меняли позицию, размеры пособия, видимо, встал вопрос ее чуть-чуть приподнять. В Татарстане эта новость про пособие по безработице будет, скорее всего, интересна жителям моногородов. Там стало больше безработных только за одну неделю февраля. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Зеленодольске, Камских Полянах на учете в центрах занятости стоит больше трех тысяч человек. Хотя вот конкретно для Елабуги, кажется, намечаются подвижки. Премьер Медведев выделил 2,5 миллиарда рублей на развитие особой экономической зоны Алабуга. Федеральный бюджет таким образом компенсирует расходы на инфраструктуру. Для регионального бюджета это огромные затраты. И вот они вернутся. Больше миллиарда в 2018 году и почти полтора миллиарда в следующем 2019. Ожидается, что Алабуга после таких выливаний заработает активнее. И безработные елабужане тут очень пригодятся. Авиасообщения с Египтом задерживаются из-за того, что у авиакомпании Египта и России до сих пор нет договоров по наземному обслуживанию. Других причин для задержки, нормативных ограничений нет, заявил на неделе глава Минтранса России. Полеты между Москвой и Каиром после двух с половиной лет перерыва должны были возобновиться в начале февраля. Сроки переносили, и вот теперь уже называют апрель. Туроператоры осторожно, но реагируют. Самые смелые еще в январе начали бронировать гостиницы. Египет, по прогнозам, этим летом подорожает примерно на треть. А летать туда будут только регулярные рейсы. О чартерах пока речь вообще не идет. Через Каир – это все сложная дорога. Надо быть очень большим любителям Красного моря и дайвинга, например, чтобы рваться именно в Египет через Каир. Потому что основная прелесть этого направления – это его доступная цена, скажем так, для больших масс населения. А когда речь идет о комбинированном туре через Каир, то это уже вовсе даже недоступная цена, а такая средняя, скажем, цена, да еще и с пересадкой. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами и до встречи.